Слава Богу! Слава Богу! На которую суд просто не мог закрыть глаза и приговорил Сапорбекова к 9 годам лишения свободы. А началось все с загадочного исчезновения важной улики в одном уголовном деле – огнестрельного оружия. Подозревали в этом подчиненного Сичана Сапорбекова, который сейчас, к слову, находится в розыске. В 2013 году при проверке работниками Генпрокуратуры данный обрез камеры хранения отсутствовал. В связи с этим Урманов был допрошен сотрудниками Генеральной прокуратуры. Чтобы этот вопрос решить в пользу Урманова, значит, договориться пришел к ним подсудимый Сапорбеков и предложил за эту работу 10 тысяч долларов США. Сторона защиты категорически не согласна с решением суда. Адвокат Сапорбекова заявил о намерении обжаловать приговор. Считаем, что суд прошел односторонне, в обвинительном уклоне. Жамашев не дал стороне защиты ни одного хатайства, не удовлетворил о вызове допрошенных свидетелей. Например, как Баймухамедова, сотрудника центрального аппарата КМБ Республики Азстан, который зарегистрировал существенное нарушение рапорта о том, что сотрудники и должностные лица ДВД хотят дать взятку. Ну, он сослался на командирку, что якобы не могу приехать. Ну, суд на это сослался и отказал нам в удовлетворении данного хатайства. После оглашения приговора экс-начальник УБОП решил обратиться к журналистам. Единственное, не забудьте указать, мы не заслужили. Тоже, я думаю, правильно осветить. Напомним, Сапорбеков был одним из известных борцов с преступностью в области. Под его началом часто проводились рейды. Теперь решением суда бывший полицейский начальник лишен всех воинских званий. Зинара Бекбалаева, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРАР.